Лес ещё не проснулся, а мы проснулись. Мы уже едем по пути. Вот уже в этом лесу подснежники. Мы были в другом лесу, там по пути, а сюда нам пришлось заехать уже. Мы называем это подснежниками, но это считается ветерницей какая-то. Саркасыфы долго ещё будут расти. Я думала целый вес этих грибов сейчас, а их тоже немного. Совсем, поодиночке. Только здесь они ещё начинают. Их люди разгребают листья, листву, и добывают эти грибы. Вот малюсенькие совсем. Это царкасыфа австрийская. Бывает царкасыфа алая. Или наоборот, я не знаю, какие они там. Бывает. Она немножко пушистенькая с волосиками. Вот у неё даже ножка здесь такая. Это совсем другая. Она коричневатая сверху. Те беленькие. Плотные очень. Такие. А эта тоненькая, хрупкая. Ну вот. Совсем мало. Людью большую я ещё не встречала. И тут уже целая стакан коньяка получится. Это точно, как один сказал охотник до грибов. Популярный наш блогер. Грибник. Вот так вот. Можно из чашечки коньяк выпить. Вот так вот. Но кто-то эту чашечку уже покусал. То ли муравьям было нечего есть, то ли белочка проскакала. Середине, видно, погрызли. А это я поставила чашечку для сравнения. Что они вот такие вот мелкие. Ну, похрупнее бывают. Но это вообще гигант. Несколько штук получается. Интересно. Очень даже. Очень интересно. Но их немного в этом лесу. Я их соберу сейчас. Немножко они под листьями. Мы же не будем листья разгревать. Вот. Вот полянка. Они все под листья прячутся. Но я решила их забрать. Ну, не все. Самые маленькие оставлю. Больше я сюда не приеду. Через месяц, может быть. Посмотрим. Какие-нибудь с маточковой шапочкой или еще что-нибудь с маточки. В этот лес мы больше не попадаем. Ну, через пару недель, может быть. Поглядим. Сорка с цифрой еще будут. Может, еще какие-то будут. А те, что я сегодня немножко доводу, я их отварю и заморожу. И в заливное буду для украшения или для каких-нибудь своих дел. Красота. Ну, ладно, берем. Первое дерево вот так вот растет. Здесь аномальная зона. Здесь я и заблудилась. И военные ребята тоже сказали, что они здесь тоже бывают, заблуждаются. Потому что здесь лес очень меняется. То какие-то деревья вырастают, то какие-то падают. Вот этот вот пень, от которого я и заблудилась. Обошла его вокруг-три раза, сняла всякие грибочки и в слоню в ту сторону. Так бывает. Здесь много металла в лесу. В этом лесу. Локаторы. И все здесь. Лес очень большой. Далекий. Идет в сторону Белоруссии. Косцев нет в этом лесу. Только подснежники. Совсем немножко мы нашли. Особенно мы долго и не бегали. Вот засохшие дрожалки. Оранжевые, красивые. Но они засохли. Вот будет влажность большая, тогда мы посмотрим на них. А пока сухо очень в лесу. Черные дрожалки, я заметила, они совсем высохли. Только пятнышки на деревьях. Потому что влаги им не хватает. А это оранжевые. Но они очень сухие. Засушенные. Когда будет влажность, дождик. Они распушатся и вырастут. Их можно будет съесть. Они съедобные, вкусные. В сыром виде. Как мармеладки такие. Очень даже хорошо. Вот. Такие они. Это жалко собирать для нашей Женечки. Она вегетарианка, москвичка наша Женечка. Ну, хотела я ее удивить. Но, наверное, не получится. Совсем их мало. Ну, ладно. Все. На этом мы уходим. Поедем на озеро. Посмотрим, какой у нас там разлив. Редактор субтитров. Субтитров.